Итак, сегодня у меня встреча с юнцом, свиданка с юнцом. Оказывается, на сайте приложения мне 25%, 30% где-то пишут, это малыши от 17 лет до 22. Единственная проблема то, что они приглашают в места, они достаточно комфортные, как правило, это какие-то шаурмичные, какие-то простые кофейни, но точно в ресторан их не затащить. Единственного юнца, которого я сегодня затащила в ресторан, и то под крючком того, что это спор. Он мне сказал, что в одном ресторане очень вкусный лимонный тарт в Сочи, а я ему сказала, что в моем любимом ресторане, в Магадан, очень вкусно Наполеон, там крем варится 5 часов. И он написал мне, к черту все, гори в аду, пошли есть Наполеон. Здравствуйте, вы Майкл, добрый день. Да, добрый. Я-то думал где-то наверху, это прям наверху. Да, прям в небесах. Как говорится, привет, медведь, да, или как там у вас говорится. Как еще у вас здороваются? Бонжур. Бонжур, это уже по-возрастному. А тебе точно есть 18 лет? Паспорт достать. У тебя есть с собой паспорт? Есть. Мне просто в тюрьму нельзя, я очень красивая. Спасибо. Проверку прошел. А ты уже, как это сказать, сепарировался? Ну да, получается. Если вдруг какие-то слова не знаешь, ты меня спрашивай, я тебе расскажу. Ну получается, то есть тебя можно уже увозить за 100 морей, да, и целовать везде. Не, ну как везде? Я еще не достаточно кино для такого. Не надо меня никуда увозить. А я здесь тебя ждала целый час. Но я не обижаюсь. А у вас есть этот слюнявчик? Это для меня? Ну да. А ты знаешь, вот мне еще важно, чтобы мы с мужчиной разговаривали на одном языке. Можешь вот пояснить, что на вашем языке значит рофл, кринж, шиперить? Ну да, да, да. Рофл, смешнявка, кринж, стык от английского cringe. Шиперить, у них по-любому что-то есть. А, мы их шиперим. У нас по-любому шипер, да? Возможно. А можно мне все-таки бокал просека, а молодому человеку молочный коктейль? Ну или хэппи милл? Можно? Издеваешься? Нет. У меня есть паспорт, я могу показать. А машина вообще у тебя есть или ты на самокате гоняешь? Нет, я гоняю на такси. Вот вы когда зимой ходите с подворотами, да, в низких носках, вот не задувает? Конечно холодно. У них и спиноги отмораживают. Знаешь, я вообще, честно говоря, люблю плохих парней. Расскажи побольше о себе. Может, ты, я не знаю, там пары прогуливаешь, да, или чипсы воруешь? Конечно прогуливаю, при том, что я старосты. Ну как старосты, ты что можешь плохого сделать? А насолить какому-нибудь нерадивому студенту. Ага, делаешь такое? Конечно делаю. Молодец, да и пять. Для тех, кто со мной не дружит. А ты случайно вот в видеоигры не играешь? А то я слышала, от них тупеют и деградируют. А мне важен, ну, умный мужчина, предприимчивый. А сколько вообще сейчас студенты зарабатывают? На Устрице и Монако мне будет хватать? Студенты только тратят, а не зарабатывают. Но я отличный. Вот у меня четыре с половиной тысячи рублей в стипендии. Вау! То есть это примерно Наполеон, игристая? Ну, может быть еще... Не перебарщивает. Не перебарщивает. Ничего, что я Наполеон-то заказала? Как ты будешь остальные дни? У меня две почки, в конце концов. Ну, в целом есть откуда брать деньги, да? На крайняк. Если я вдруг поесть еще захочу. А ты вообще готов к серьезным отношениям? Ну, семья, дети, две собаки, два кредита. То, что я сюда приехал, не значит, что я жилец. Слушай, а посоветоваться вот я хочу еще. Сейчас планирую домик в Дубаях купить. Какую лучше ипотеку брать? Под 16% на 15 лет или под 23, но на 10? Говорят, что чем быстрее отдаешь, тем лучше. Спасибо за совет. Слушай, а ты давно вообще в этих сайтах знакомств? Я вот только начала юзать. Каждый второй спрашивает в этом приложении, есть ли я на OnlyFans. Это какая-то биржа, не знаешь? Если там можно заработать, то я за. Там уже можно заработать? Ты сейчас предлагаешь мне бизнес-схему? Да, я вообще люблю на всем зарабатывать. А ты есть на OnlyFans? Нет. А родители поругают. А веришь в карму? Вообще во что ты веришь? В меня веришь? Как в свою жену? Как в свою жену, я пока никого не верю. Ты знаешь, когда я сюда шла, у меня было ощущение, что я встречу своего человека в жизни. Вот, я встретила тебя. Не, ну ты классный, Майкл. Заим. Я можно уже же не затягивать, да? На следующих выходных, ну, к примеру, родителей познакомят наших. Ну, кольцо, если что, я люблю кортье. Я, подождите, я не скрестила еще. Вот так надо. Крестик. Значит, я закончила. Обожаю этикеты. Этикет – это я. А ты вообще романтичный? Готов с девушкой взяться за руки, побежать под дождем и купить ей первый попавшийся ламборджини? Ламборджини нет, потому что это костотряска. Костотряска. Это очередное молодежное выражение. Костотряска. Нет, нет. В смысле, что она тебе на первой же папку сякочке высыпит позвоночник прям в хрусты. На автобусах комфортнее. Кроме шуток, кто бы справдой комфортнее. Ну, жаль, конечно, что замуж не зовешь уже. Сколько там прошло? Все-таки мы давно общаемся. Я еще молод, мне еще рано. Юнец. Не пей так много. Тебе опасно пить много с незнакомыми женщинами. Просто бывало, что со мной напивались рядом. Я пользовалась случаями. Ужас. Пока пережим? Нельзя много. Ну, мам. Нельзя много. Ну, мам. Все-таки свадьбы мне не избежать, да? В свадьбу тебе не избежать. Уносишь ноги или мы женимся? А какого-то среднего варианта нет? Нет, есть как в программе Дмитрия Деброва на ОРТ. Вариант А, вариант Б. Десят на пятьдесят звонок другу и... Проиграешь. Если я захочу сбежать, я просто скажу, что я выйду покурить и убегу. Знаешь, как я обычно делаю? Сейчас я закажу здесь трехэтажную тарелку устриц, шампанское алоу и родерер, и ты быстро убежишь покурить. Так, ладно, заказываю устриц, а я покурить. Мне было интересно, приятно. Раз жениться не хочешь, то мне больше предложить нечего. Тогда заставим или что? Когда нагуляешься, созреешь, напиши мне, я буду все там же. Вдруг ты поймешь, что я самая лучшая все-таки, кто был у тебя в этой жизни. Если вдруг надумаешь жениться, пиши мне, понял? Ну, лет через... Псать, псать, да. Хорошо, давай, очень рада. Раду знакомству.